Здравствуйте! С вами Вестник ТГУ. Телевизионный сезон заканчивается в начале лета, так же, как и учебный студенческий год. Так что этот выпуск нашей программы финальный. С какими новостями подошел Тольяттинский государственный университет к окончанию года, вы узнаете из рубрики «Летопись». Учебно-спортственный год завершить нужно ярко. Именно поэтому в конце мая в ТГУ всегда проходит торжественный прием ректоров в честь лучших спортсменов. Сегодня я живу университетом. Так исключилось, что сегодня вот объединенному вузу 7 лет прием ректора для лучших студентов, спортсменов, очень активных людей проходит именно в этот день. Шиповки сменяются туфлями, спортивной формой, нарядными костюмами и платьями. В этом году праздник спорта не стал исключением. Лучших представителей нашего университета на всероссийских, областных и городских соревнованиях награждали благодарственными письмами и сувенирами. Процесс вручения наград разбавляли выступления родных университетских артистов. Настроение у всех было приподнятым. Но торжественный момент цянулся недолго. Спортсменам предстояло вновь облачиться в привычную одежду и принять участие в эстафете, в последнем этапе универсиады. Еще один шаг в развитии науки сделал наш родной университет. В ТГУ прошла вторая международная научно-техническая конференция «Резниковские чтения». Форум продлился три дня. «Резниковские чтения» – удачная попытка продолжить дело Аарона Наумовича Резникова. Для тех, кто не в курсе, Аарон Наумович – выдающийся ученый в области резания материалов и теплофизики, а также один из основателей Тольяттинского политехнического института. В секциях форума рассматривались вопросы, начиная с теплофизики и заканчивая проблемами подготовки инженерных и научных кадров. Темы были актуальными, споры – ожесточенными. По мнению некоторых участников, бывали случаи, когда часть докладов немного не дотягивала до высокого уровня конференции. Но общего впечатления от форума это не испортило. О том, что подобного рода конференции, посвященные развитию существовавших в ТГУ и движущихся дальше научных школ – это школы, определяющие сам университет в принципе. На резниковские чтения съехались ученые из разных городов нашей страны, а также из Украины, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана и Израиля. Через два года пройдут очередные резниковские чтения. Повод более чем знаменательный. Арону Наумовичу в 2010 году исполнилось бы 95 лет. Представители фирмы «Рено» вот уже три месяца пребывают в нашем городе. Наконец они добрались и до ТГУ. Даниэль Лякабан, вице-президент «Рено» и его заместители прибыли к нам с официальным визитом. Делегация посетила лабораторию университета, где были представлены инновационные разработки студентов и преподавателей ТГУ. Гостями было отмечено, что большинство научных работ имеет реальное практическое применение. «АвтоВАЗ» является главным работодателем для наших студентов. Неудивительно, что Даниэлю Лякабану было интересно увидеть, где обучаются будущие работники завода. Поскольку «АвтоВАЗ» – компания с мировыми амбициями, мы надеемся, что выдающиеся таланты ТГУ помогут нам поддерживать престиж предприятия на должном уровне. Вместе мы сможем достичь высот в международном автомобильном бизнесе. Месье Лякабан со света уехал, оставив самые светлые надежды на наше дальнейшее сотрудничество. Интересно, а на чьей территории состоится следующая встреча? Победа Димы Биланом на Евровидении – сплошные триумфы наших спортсменов. Вы думаете, это все, чем можно гордиться? Вы глубоко ошибаетесь. В начале июня в Тольяттицком государственном университете состоялось торжественное открытие физкультурно-спортивного комплекса, причем совершенно уникального. В числе приглашенных были замечены наш ректор, министр образования и науки Самарской области, представитель строительной компании, которых всех сразил своей искрометной речью, и другие немаловажные персоны. От всей души, где как строитель, вместе со всеми моими коллегами, приятно передать этот золотой ключ к эксплуатации этого объекта. Ура! 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 Новый физкультурно-спортивный комплекс ТГУ включает в себя бассейн, несколько спортивных залов, две волейбольные площадки, лыжную базу, тур-клуб и даже фитобар. Правда, на открытии физкультурно-спортивного комплекса всем желающим показали только бассейн и один из спортивных залов. Все остальную красоту мы сможем оценить позднее. Вся эта роскошь обошлась в 64 миллиона рублей. Одновременно новый бассейн смогут посетить 24 человека. Вы не студент ТГУ и даже не преподаватель. Не огорчайтесь, поплавать смогут все желающие горожане. Но все же первым попробовать воду в бассейне смогли преподаватели и студенты кафедры физической культуры ТГУ. За свое здоровье посетители могут не волноваться. Бассейн оснащен новейшим оборудованием по очистке воды, которое, стоит заметить, вы не встретите ни в одном спортивном сооружении Самарской области. Ну разве не повод для гордости? Так что бегите в магазин за новыми купальниками и шапочками и вперед покорять водные просторы новенького физкультурно-спортивного комплекса ТГУ. Только раз в году в стенах родного университета можно встретить людей в ярко расшитых сарафанах, которые исполняют песни на украинском или, скажем, в сербском языках или вообще польские пословицы на русский язык переводят. День славянской письменности – это наш профессиональный праздник. Еще не учрежден День филолога, поэтому мы самостоятельно вот так решили, что это наш праздник, День славянской письменности и культуры. Этот праздник уже не первый год празднуется как государственный у нас. Студенты кафедры славянского языка знания вот уже пятый год подряд в конце мая проводят Дни славянской культуры и письменности. Проводят весело и познавательно. Доклады о просветителях Кирилле и Мефодии, песенные зарисовки. Была даже разыграна шуточная сказка над чистым белорусском. Понял не каждый, но весело было всем. Как говорят филологи, какой ты русский, если не знаешь слов, ни одной русской колыбельной. Создание азбуки – главный праздник после Рождества Христова для всех славянских народов. Организаторы надеются, что к следующему торжеству славянской культуры подключатся не только филологи, но и студенты других специальностей. Секрет вечной молодости найден. И это вовсе не чудодейственный эликсир или продукт высоких технологий. Не верите? Напрасно. О том, как сохранить вечную молодость, в нашем следующем сюжете. Пиво, секс и немного учения. Вероятно, большинство студентов сейчас узнали свои будни в этих трех словах. Преемственность поколений, знаете ли. К чему это мы? Это цитата. Цитата из выступления театра «Синтез», сплошь состоящего из депутатов и бизнесменов. А в прошлом студентов Тольяттинского политеха. Между тем, прошло уже 30 лет с того времени, когда они колесили по стране и срывали гром аплодисментов в зрительных залах. Никакой бизнес, никакие успехи в бизнесе не могут сравниться с аплодисментами, которые сегодня были. Хотя мы не актеры, мы не профессиональные, мы вообще... Я на сцене не была... Я последний раз на сцене была 10 лет назад, когда был юбилей Льва Ромича Резникова. И считала, что, в общем-то, это последний раз, наверное, в моей жизни. И тут великое счастье. Вдруг кто-то вспомнил, что нам 30 лет. Это ужасная дата. Ну, вы видите, пришли... Формы разные. По форме не узнать, а глаза-то у всех одинаковые, у всех горят. Поэтому, я думаю, что нам нужно блеск дорожить форму. На карте больше нет страны, в которой жили эти люди. Нет института, где они учились. Забытый символ того времени, когда был тот самый легендарный студклуб ТПИ. Остались только они сами. По-прежнему яркие, дерзкие. С горящими отчасти оказаться вновь на сцене глазами. Заросло травое место наших встреч, говорят они. И тут же добавляют. Всем ветрам назло, веселье, час и боль разлуки, не покинут нас никогда. Еще не произнесены самые смелые шутки. Еще не спеты самые чистые и добрые песни. Еще не выпита последняя трехлитровая банка пива. А значит, студклуб жив. Старение человека, это, конечно, досадное недоразумение. Но есть некие возможные моменты, которыми можно эту старость преодолевать. Вот то, что мы делаем на сцене с ребятами иногда, это продлевает нашу жизнь. Я знаю, что сейчас это для меня молодость. Потому что, оказывается, это было уже 25 и больше лет назад. И вот, как будто я туда вернулся. Ну, я не знаю, вам пока еще, наверное, не понять это. Но это машина времени. Я назад съездил. Что я могу сделать один? Спрашивают они сами себя и, не находя ответа, вновь и вновь собираются вместе, чтобы зажечь. Совсем не те деловые и педантичные. Ни бизнесмены, ни руководители, ни депутаты. Мальчишки и девчонки с диагнозом вечного студента. Попробуйте в любой поисковой системе ввести словосочетание школы Шароновых. На ваш запрос появится бесчисленное количество ссылок. Без преувеличения, Тольяттинская школа ювелирного дизайна известна во всем мире. Примерно 6 недель требуется для того, чтобы превратить обычный кусок металла в эксклюзивное ювелирное украшение. И ровно 6 лет нужно для того, чтобы обычный студент стал высококвалифицированным специалистом. С этого года ТГУ может гордиться не только своими выпускниками, инженерами-экономистами и журналистами, но и также ювелирами. Этот год для школы Шароновых стал богатым на разные юбилейные даты. Школа ювелирного дизайна в Тольятти существует ровно 10 лет. Ее руководители Николай и Галина Шароновы празднуют свои личные юбилеи. Мы поздравляем школу Шароновых! Вы когда-нибудь видели корсет из алюминия? Вы еще не представляете себе, как будут выглядеть медали для грядущей Сочинской Олимпиады. На первой в защите дипломных проектов кафедры декоративно-прикладного в искусство можно было увидеть не такой. 10 квалифицированных ювелиров ТГУ представили свои эксклюзивные изделия. Кафедра была основана всего 6 лет назад. Ее возглавляет Николай Шаронов. Имена таляттинских ювелиров Николая и Галины Шароновых известны в России и за рубежом, благодаря их изысканным изделиям. Уже 10 лет в ювелирном мире существует школа Шароновых, и каждый ее представитель обладает ярким авторским почерком. В Тольятти ювелирная школа есть. И об этом можно говорить не сейчас, а уже как минимум лет 5. А я вот совсем в недавнем разговоре с Николаем Михайловичем выяснила, что еще есть у вас и среднее звено. Значит, я думаю, может у вас скоро Академия будет ювелирного искусства. Молодые ювелиры неоднократно становились победителями во многих дизайнерских конкурсах и фестивалях не только в России, но и за границей. Многие из них еще во время обучения успели стать членами Международной ассоциации дизайнеров. В этом году подводился вот этот конкурс среди выпускников на зеленое яблоко. Это высшая корпоративная награда университета. Так вот этих корпоративных яблок или наград 18 разыгрывается на весь университет. Семь из этих яблок, как бы наши ребята забрались. За плечами свежеспеченных ювелиров 10 лет обучения в школе Шароновых, сотни эскизов, десятки готовых ювелирных изделий и творческий дипломный проект. За неделю до окончания всего нашего шестилетнего обучения в Тольяттинском госуниверситете мне было очень грустно. Потому что осознание того, что те люди, с которыми мы жили вместе, имеется в виду, что дышали одним и тем же воздухом, решали одни и те же проблемы, переживали взлеты и падения. Что вот нашему общению, такому плотному, почти каждодневному, придет логический конец. Но, с другой стороны, теперь я понимаю, что мы будем общаться, мы будем продолжать, мы не потеряем друг друга из вида. И сама школа, она предполагает постоянное общение, независимо от того, ученик ты, мэтр, звезда или начинающий ювелир. Механическая кукла, эксклюзивные подрубники. Серия мужских и женских ювелирных украшений. Все это было специально изготовлено к защите проектов. Работа сделана в единственном экземпляре, и их невозможно нигде купить. Возможно, совсем скоро миром блестящих и дорогих вещей будут править не Тиффани и Карте, а выпускники школы Шароновых. Сегодня большинство студентов подрабатывает. Кто-то трудится постоянно, а кто-то только на каникулах. Есть у специалистов по трудоустройству такая присказка – поиски работы – это тоже работа. Так где же и как ее найти? На эти вопросы вам поможет найти ответы наше бюро подсказок. Если студент не ищет работу, работа сама ищет студента. Уже третий год в Тольяттинский государственный университет приходит работодатель со своими предложениями. В этом году на ярмарке вакансий наиболее востребованы промоутеры, менеджеры по продажам и работники в сфере обслуживания. Неудивительно, ведь мобильность и коммуникабельность, качество, необходимые для этих профессий, есть почти в каждом студенте. У нас в основном работают внештатные персоналы, как раз студенты. Они для нас самые лучшие сотрудники. Основное требование студентов – возможность совмещать учебу и работу. Пока на лето, а потом посмотрю, если понравится, дальше буду работать. Это работа не по моей специальности, но я хочу на ней работать. То есть я учусь, скорее всего, не по специальности. Работа летом – это не только дополнительный заработок, но и первый шаг в карьере. У нас много студентов работают, которым, если он человек с головой, он дальше будет работать уже с повышением, с карьерным ростом. Мотивацией студента может быть не только материальное вознаграждение. Я думаю, что если будет хорошая работа, то, в принципе, зарплата не очень важна для меня пока. У меня нет пока семьи, мне некого обеспечивать. Мне главное, чтобы… или возможность какого-то карьерного роста. Представленные вакансии вдохновили немногих студентов. Собирать велосипеды и мыть стены согласились далеко не все. К тому же некоторые заявленные работодатели на ярмарку не пришли. Следующая такая встреча планируется в сентябре. Возможно, тогда студентам предложат более перспективную работу. Сколько раз была издана пьеса Эдмона Растана Сиренода Бержерак, с точностью сказать невозможно. Однако недавно вышло уникальное издание книги с иллюстрациями выпускницы нашего университета, талантливой художницы Ларисы Хафизовой. Кстати, иллюстрации к пьесе Растана были дипломные работы Ларисы. Именно эти рисунки увидел руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин. Он был настолько поражен, что пригласил художницу на свой спектакль по этой пьесе. Кисть ее шпага. Она наносит удары и никогда не промахивается. Движение ее дама сердца. Ему Лариса посвящает свои произведения. Поет гимн каждой линии. В свет вышла очередная книга, иллюстрированная известной тальятинской художницей Ларисой Хафизовой. В этот раз из-под ее руки вышли герои пьесы Эдмона Растана «Сирано де Бержерак». Идею проиллюстрировать произведение французского классика подал Ларисе ее учитель Валерий Георгиевич Колесов. Художнице пришлось прочесть пьесу Растана, изучить быт, нравы, традиции эпохи Сирано. Графика Хафизовой одновременно поражает своей прозрачностью и четкостью, изящностью и своеобразной строгостью линии контуров. Лариса освоила оригинальную графическую технику, которая позволяет с помощью тонкого пера воспроизводить фактуру средневековых шпалер. Контуры рисунка словно подрагивают, добавляя живости и движения фигурам. И вот мы видим, как ветер треплет волосы Сирано, слышим, как шуршит платье прекрасной дамы. Книга стала настоящим подарком не только для Ларисы, накануне отметила день своего рождения, но и для культурной жизни Тольятти. Немного художников иллюстрировали классику. Это же, ну, с чем можно сравнить? Это событие, это событие, которым можно гордиться, которое будет достойной страницей в истории культуры нашего города. Но все же, несмотря на такую важную победу, Ларисе, как художнице, есть куда расти. Она может иллюстрировать собственные мысли и достигнуть достаточно большого единства в этом, и удивить мир. Одновременно с презентацией книги-альбома прошла выставка рисунков Ларисы Хафизовой. Герою работ не просто персонажи из средневековой Европы и Галантного века, жители монастырей или раздольной степи. Это яркие, сформировавшиеся характеры. Главный литмотив – движение и наслаждение им. Проносится сквозь все творчество Ларисы Хафизовой. Все человечество делится на пешеходов и автомобилистов. Так считали Ильф и Петров. Ну а как не согласиться с классиками? О том, как живется и тем, и другим в нашем университете, наша следующая рубрика «Ноу Проблем». Студент на машине – дело обычное. Количество машин с каждым годом увеличивается. Как итог этой ситуации, сегодня мимо корпусов по улице Ушакова сложно как пройти, так и проехать. Студентам университета парковать машины можно только в трех специально отведенных для этого местах. Поэтому выкручиваются как умеют. Чтобы, к примеру, поставить авто после корпусов на улице Ушакова, приходится проявлять недюжинную смекалку. Создается впечатление, что здесь учатся больше всего автолюбителей. Так ли это, выяснять сейчас, конечно, мы не будем. Зато узнаем, что думают по поводу парковок сами студенты. Закрыли вот эту парковочку. Во-первых, сделали ее только для сотрудников. Но это не выход из ситуации, на самом деле, я считаю. Потому что раньше меньше было нагружено, когда здесь парковка была открыта. Я считаю, это неправильно. А то, что там сделали большую стоянку, она очень далеко от корпусов, люди все равно туда не будут стоять. Я вижу проблему парковки. Я считаю, что вместо того, чтобы спиливать деревья, лучше бы сделали парковку. Здесь мне удобно ездить по Ушакова, особенно во время сессии, потому что, ну, очень слишком много машин забитых. Сейчас у каждого студента машина. Бывает проблематично проехать. Почему? Ну, потому что на обочинах машина стоит. На самом же деле о паркинге для студентов уже позаботились. Для этого есть у нас дополнительные стоянки. Обратно указывают водителям, где ставить. Около корпуса УЛК более-менее свободная стоянка. Пожалуйста, ставьте туда машину. Проблемы есть и решение тоже. Но результаты, как говорится, поживем увидим. А вот как обстоят дела с дорожной обстановкой возле главного корпуса? Ольга! Ольга, я нахожусь возле главного корпуса нашего вуза. Вот знак пешеходной дорожки. Вот ретивые водители, которые его не замечают. А вот студенты, которые переходят дорогу, только сбиваясь в стайке. С одной стороны, проблема есть. Редкий водитель сам остановится перед знаком, чтобы дать студентам возможность дорваться до знаний. Но с другой стороны, знак стоит, а значит, ситуация под контролем. Время идет, проблемы у всех участников движения не убавляется. Нужно писать письмо в мэрию, нужно писать письмо в ГАИ с запросом, чтобы привели представители, определились, посмотрели. Ситуация довольно-таки сложная, постоянный поток идет людей. Пока руководство нашего вуза ведет переписку с городскими чиновниками. Решать или не решать эту дорожную проблему оперативно, вот в чем вопрос. Мы уверены, у каждой проблемы должно быть решение. Эти самые решения мы будем искать и дальше, чтобы вместе сказать «ноу проблем». В каждой выпуске «Вестника ТГУ» есть место для спортивных событий. Но ни слова о чемпионате Европы по футболу. У нас свои новости спорта. 29 мая прошел заключительный этап универсиады Тольяттинского государственного университета. Легкоатлетическая эстафета завершила спортивный марафон этого учебного года и окончательно распределила призовые места. Для кого-то этот этап стал решающим вне легкой схватки, а для кого-то еще одним поводом подтвердить свое законное право на лидерство. После двух женских и мужских забегов состоялось награждение. В общем, в зачете первое место, как и в прошлом году, завоевал факультет физической культуры и спорта. Второе досталось автомеханическому институту. Третье место занял институт экономики, управления и права. Пожалуй, самой популярной командной игрой является футбол. В день матча вам не удастся вот так вот в одиночестве и тишине наблюдать за ходом игры. Ведь футбол требует от болельщиков большой отдачи, но платит им зрелищностью, динамичностью и непредсказуемостью. Во время матча все внимание зрителей сосредоточено здесь, на поле, а главным действующим лицом является футбольный мяч. Футбол – игра популярная с незапамятных времен. Греки, римляне, индейцы, китайцы и египтяне все любили попинать мяч. Английская футбольная ассоциация разработала и обобщила правила футбола и, конечно же, не забыла о мячах. Было достигнуто соглашение, согласно которому он должен быть сферическим, с окружностью 27-28 дюймов. Этот стандарт остается и в сегодняшних правилах FIFA. В 80-х годах 20-го столетия на смену кожи пришла синтетика. И сегодня мячи продолжают совершенствоваться. Изменяется их дизайн, улучшаются материалы. Сегодня множество компаний стремятся создать идеальный снаряд с идеальной траекторией, точностью и скоростью полета. Удивительно, да? На первый взгляд ничего особенного. Обычный шар, а какая история? Но не менее важная роль в этой истории отводится футболистам. В Тольятти футбольными героями уже много лет являются игроки команды «Лада». А у Тольяттинского государственного университета повод для гордости появился два года назад, когда бело-синюю футболку с седьмым номером надел Николай Федчук. Коля, расскажи, как ты попал в футбол? Ну, в футбол я попал, когда меня отец привел на матч, еще в поселке жил тогда. Вот, и тогда я заразился футболом, наверное. И потом меня отдали в футбольную школу Таврия-Симферополь. Это было мне, наверное, лет семь. Вот, и с тех пор я занимаюсь футболом. Коля, расскажи, как ты попал в команду? В «Ладу» попал я, когда тренером был здесь еще Евсюков Владимир Николаевич. Он меня из дубля подтянул в команду в 2005 году. Что для тебя футбол? Ну, это все для меня. Это моя жизнь, моя работа. Ну, это все. А удается совмещать футбол и учебу? Тяжеловато, но удается совмещать. В принципе, я учусь на заочном. Вот. Ну, помогают преподаватели где-то, понимают, что спортсмену тяжело учиться и работать. Вот. Потому что всегда выезды, игры. Ну, все равно удается. Зачем спортсмену высшее образование? В жизни все бывает. Ты сегодня играешь, а завтра ты можешь уже не играть. Вот. В любом случае тебе надо будет чем-то заниматься. И, допустим, если ты хочешь стать тренером, тебе надо высшее образование в дальнейшем. Поэтому я учусь. На этих трибунах стадиона, который является хранителем футбольной истории, тысячи футбольных болельщиков становятся такой же неотъемлемой частью этой удивительной игры. Но это уже совсем другая история. На сегодня у нас все. Но это только на сегодня. Кстати, вестник ТГУ подошел к окончанию сезона не с пустыми руками. 29 мая состоялся конкурс среди печатных изданий ТВ-программа радио-интернет-ресурсов Масс-Медиа ВОРС-2008. На суд жюри были представлены молодежные СМИ Самарской области. Как давно известные ГТРК Самара Рио, так и совсем молодые. Вестник Тольяттинского государственного университета. Именно наша программа стала победителем номинации «Лучшая студенческая информационная программа». Не правда ли хороший подарок к нашему маленькому юбилею, к пятому выпуску? Уже в сентябре мы вновь увидимся с вами. И вновь будем рассказывать о самых важных событиях в жизни университета. О самых острых проблемах и самых ярких персонажах. Не скучайте, мы скоро вернемся. Эти пять лет пролетят для вас к первой университет. Поздравляю вас с начала с трудовой деятельностью. Вензор Тольятти.